Перед началом этого ролика я бы хотела вам посоветовать канал моих подписчиков. Канал называется Айхан и Мурак. Два очень-очень милых парня, снимают также мукбанки. Если вы любите детский контент и вообще в общем детей, то я уверена, что этот канал вам понравится. Давайте их поддержим своими лайками и подписками. Ссылку я оставлю в инфобоксе, обязательно переходите. Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Все. Сегодня у нас с вами сырная лапша. Здесь 5 упаковок. Это очень-очень много. Когда я зашла в магазин, я увидела, что упаковки небольшие. Я подумала, что 5 будет в самый раз, но когда я ее отварила и она увеличилась в 3 раза, я поняла, что это реально очень много и скорее всего все съесть я не смогу. Но пусть это будет такой челлендж, посмотрим на мои способности. Также купила себе фанту необычную, фанта цитрус. Я обычно люблю стандартную, знаете, такую оранжевую, но попробуем. Также, как всегда, приготовила 2 соуса от Хайнс. Один сырный, другой барбекю. Сырный у меня заканчивается. Буду есть я палочками. Вот так вот. Вообще на упаковке было написано, что лапша острая, но... Ничего подобного. Оно даже не пахнет ничем острым. Меня все хейтят в комментариях, что я вот эти палочки не отсоединяю. Ну, блин, мне так удобно, что поделать. Вообще не острые. Хотя на упаковке было написано, что острые. Подготовила здесь перчики, вот они острые. Смотрите, какой здесь слой. Сколько я не беру сверху, донышко не видно. И давайте попробуем фантум. Я думала, что она будет голубая. Посмотрите, ничего подобного. Просто упаковочка голубая. Прикольно. Не могу сказать, что прям вау. Необычный такой вкус. Не похож на обычную фантум. Но интересно. И давайте вместе с сырным соусом. Я его просто обожаю. Использую прям совсем. Мне даже девочки в инстаграме фотографируют этот соус, ставят его в истории, отмечают меня. Я рада, что я кого-то мотивирую покупать этот соус. И он кому-то нравится. И параллельно будем отвечать на вопросы, которые вы мне задавали в моем инстаграме. Если вы хотите, чтобы в следующем видео ваш вопрос прозвучал, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Также, кстати, совсем забыла. У меня на канале стукнуло 50 тысяч подписчиков. Спасибо вам большое. Мне очень-очень приятно, потому что мой канал очень быстро развивается. Я вроде недавно начала снимать эти мукбанки. Канал растет очень быстро. Даже я замечаю, что девочки, которые давно снимают мукбанки, я их обгоняю. По количеству подписчиков. Это все благодаря вам. Реально спасибо большое. Я вас просто обожаю. Вы мой мотиватор что-то делать. Поэтому я так часто снимаю видео, потому что я вижу отдачу. Я вижу, что каждый день на мой канал подписывается 500-700 человек. Это очень мотивирует. И хочется снимать дальше. Вообще я хотела тортик. Написать на тортик и 50 тысяч. И съесть его. Ну так, знаете, получилось. Как-то резко я набрала 50 тысяч. Я ожидала, что 50 тысяч будет где-то через 3 дня. Ну в среднем как бы у меня подписчики за день набирались там 400-500. Но вдруг в один день я увидела, что у меня 1000 подписчиков. То есть я планировала, что где-то послезавтра я буду снимать видео с тортиком. Но произошло это пораньше. Я, конечно же, рада. Мне это очень приятно. Я буду стараться и дальше снимать для вас интересные видео. Давайте вернемся к вопросам. Тут мне задают вопросы. Обязательно ли твой муж должен быть мусульманином? Ну если чисто это оценивать как со стороны родителей, то есть родители не ставят передо мной такие условия, что нет, он должен быть мусульманином, он должен быть нашей национальности и так далее. Абсолютно нет. У меня родители очень-очень современные. Для них самое главное, чтобы я была счастлива. А все остальное это мелочи. Но мне, если честно, было бы удобнее, то есть жить с человеком, который близок к нашей вере. Пусть он даже не будет мусульманином, но, например, живет в Баку, знает все наши традиции и так далее. Какая разница? Все люди равны. Когда люди абсолютно разной расы, разных взглядов на жизнь, им сложно друг с другом. То есть, например, я выйду замуж за какого-то араба, ну, к примеру, да? Я сейчас вам скажу, что мне без разницы. Какой национальности будет мой муж? Например, да? А у него, опа, там еще три жены, да? А для меня это неприемлемо. Поэтому вера это не столь важно. Например, арабы, они тоже мусульмане, но, например, жизненная позиция вообще, устои жизненные, у них абсолютно другие, нежели у нас. Поэтому, мне кажется, национальность не столь важна. Самое главное взгляда на жизнь. Да. Следующий вопрос. Ты чистокровная лесгинка? Да, у меня мама и папа лесгины, и их родители тоже лесгины. У папы, по-моему, бабушка. Или у дедушки мама. Пла-Азербайджанка. Это единственное, что в нас есть азербайджанского. Итак, следующий вопрос. У тебя микрофон или наушники? Ну, как вы видите, у меня всегда микрофон, петлячок, который я заказывала с сайта Алиэкспресс. Он мне полностью устраивает. Очень хороший чистый звук. Знаете, я несколько раз заказывала петлячки с Алиэкспресс. Господи, он заканчивается. Мой соус заканчивается. Надо новый прикупить. Я заказывала всегда самые дешевые петлячки. А потом они оказывались не очень хорошего качества. То есть, звук был не чистый. То есть, я заказывала за доллар, за два. А этот, я точно не помню, но он дороже пяти долларов стоил. А по меркам Алиэкспресс это дороговато. Но этот микрофончик мне уже, наверное, служит год. Если не больше. Так, где-то год. Я, если честно, не очень аккуратный человек. Он у меня иногда боляется где-то. Иногда бывает, что я на него наступаю, но... Я даже подумаю над тем, чтобы заказать еще один, в случае чего. В случае, если этот испортится. Но у меня всегда, знаете, как бывает. Например, у меня телефон отлично работает, да. Я купила себе новый телефон. Как только я покупаю новый старый барахлет. Это очень вкусно. Очень-очень. Как твои домашние обращаются к тебе? Как тебя называет твоя мама? Прикольно. Мама меня называет обычно Айка. Хотя раньше она меня всегда называла полным моим именем. Она уже только привыкла, смотрит видео. Всем привет, ребята! С вами Айка Эмили. Вот. Поэтому мама меня называет Айкой. Папа меня называет Ласточкой. Ласточкой, а? Или Золушка. Вот. Брат называет овца. Шучу. Шучу. Фатя, например, всегда называет меня Мась. Вот. Не знаю, может она ко всем так обращается. Но ко мне всегда она обращается на Мась. У меня по отношению ко всем подругам есть какие-то кликухи, да. То есть, например, если я Фатю называю, например, не буду говорить, как я ее называю, например, Солнышко, например. Что, другую подругу я так не называю. У меня есть подруга Шелли. Я ее всегда называю Пупсик. Пупсик. И она уже привыкла. Огурчик тоже очень в тему тут. Я думала, я вообще не съем. Смотрите, сколько я съела. Глаза боятся, руки делают. То есть, думаешь, что не съешь, а начинаешь кушать. Вообще, я заметила, что в последнее время я очень много ем. То есть, я могу в день один раз покушать, но очень много, а потом весь день не есть. Я знаете, как это заметила? Один раз вроде сидим за столом. И сижу не только я, то есть еще и гости. И тут у меня огромный такой бокал. Он весь наполнен водой. И вроде я, знаете, не с улицы пришла. Прям умираю от жажды, да? Сидим мы. И я начинаю пить. И вот до конца прям допиваю этот бокал. И я вроде ничего странного в этом не вижу. И все так оборачиваются на меня, что как ты это сделала? Я говорю, я такая, ребят, я могу. Это я еще не старалась. Я вот ем прям в удовольствие. То есть, я не наелась абсолютно. То есть, очень вкусно. Иди сюда. Куда ты от меня. Хотела бы ты жить отдельно от мамы? Нет. Вообще. У нас вообще так не принято. То есть, девушки живут отдельно, когда... Выходит замуж. Зачем отдельно? Я просто не выживу в этом смысле. Дело даже не в традициях. Вот зачем отдельно? Мама мне в чем-то мешает? Нет. Только помогает. Если это касается, там, не знаю, видео, то оно мне только помогает. Вкусно. Вкусно. Эти перчики, скорее всего, я не смогу съесть. А эту лапшу просто божественную. Кстати, мы попробовали сырный соус. А вот этот вот барбекю даже не попробовали. Но мне кажется, все-таки с сырным соусом было вкуснее. Как у вас в Азербайджане относятся к тому, что девушка незамужняя беременна? Если честно, я никогда в жизни такого не видела. Сколько вот живу в Азербайджане, я никогда не видела, чтобы незамужняя девушка беременна. С какой мыслью ты начала блогерство? У меня главная мысль, знаете, какая была? Главное, чтобы меня кто-то смотрел, кроме меня. Потому что я постоянно сама смотрела свои ролики по сто раз. Но это делать ни в коем случае нельзя. То есть не наступайте на те же грабли, на которые наступала я. Вы можете получить страйк от Ютуба. Из одного IP-адреса вы, получается, смотрите свои видео по сто раз. И это Ютуб, скорее всего, заметит. Потому что Ютуб с каждым днем развивается и борется с такими вещами. Вы получите страйк, и ваш канал накроется. Хотя нет, там, по-моему, несколько страйков. Ну, там, по-моему, не приходит никакое уведомление о том, что вы нарушили что-то. Поэтому мне советуют такие вещи делать. Следующий вопрос. Как проходит лето? Если честно, очень-очень скучно. Ничего интересного, никуда не ехала. Чисто сижу дома, снимаю видео, пилю, кидаю в Ютуб. Сказать, что прям что-то интересное, какие-то там свадьбы были, не знаю. Даже на море, представляете, я ни разу не была за это лето. Ужас какой. Лето вообще прошло очень холодным. И не только у нас. Я видела, что в России тоже погода холодная. Но сейчас уже конец августа. И сейчас началась жара. Кто бы что ни говорил, я просто обожаю лето. Я была бы рада, если бы оно вообще не закончилось. Никогда. Осталось совсем чуть-чуть. Давай, 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 Айка. Я сама не ожидала от себя, что смогу это все съесть. Как это все взять с этими палочками? Неудобно, ребят. Ну, в общем. Я все съела. Было нереально вкусно. Если вы никогда не пробовали, то обязательно попробуйте. Еще раз огромное спасибо вам за просмотр этого ролика. Субтитры сделал DimaTorzok